Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по Милану, город, который сочетает в себе богатую историю, современность, моду и также искусство. Милан это сердце северной Италии, который является вторым по величине города страны, и основан он около 600 лет до нашей эры. Город занимает площадь 181,76 квадратных километров, что немного больше площади Парижа, который составляет около 105 квадратных километров. Население Милана насчитывает около 1,4 миллиона человек, а вместе с его пригородами более 3,3 миллионов. Сейчас я еду в аэропорт Парибвэ, и в 17.15 отправление моего самолета, и в 18.45 я уже прибываю в Милан, аэропорт Мальпенса. Также касательно города, город известен своим влиянием на мировую моду, дизайн и также культуру. Милан стал центром мировой моды в середине 20 века, особенно начиная с 1950-х и до 1960-х годов. Этот период ознаменался появлением и ростом таких известных брендов, как Prada, Gucci, Versace и Armani, которые начали создавать свои коллекции и активно участвовать в международных показах моды. И в этом видео я хочу поделиться тем, что мне удалось увидеть за несколько дней жизни в Милане, также поделиться полезными советами и местами, которые стоит посетить, поделиться немного о культуре Милана. В Милане множество музеев и культурных мест, которые стоит посетить, и, например, Пенотека Брера, одной из главных художественных галерей Италии. Здесь хранятся шедевры итальянских мастеров Андреа Монтини и Рафаэля. Также галерея расположена в живописном районе Брера, и также в этом видео я расскажу о разных районах Милана, которых стоит знать и на что делать свой выбор, если вы отправитесь в путешествие туда. Также район Милана играет важную роль в его культурной жизни. Один из самых известных — это Новильи с его живописными каналами, спроектированными Леонардо Винчи. Этот район известен своими ресторанами, барами и художественными галереями, что делает его популярным местом для вечерних прогулок. Район Брера — это сердце артистической жизни Милана. Здесь расположена не только знаменитая пинокотека, но и также множество художественных мастерских, галерей и уютных кафе. Атмосфера Бреры привлекает художников, дизайнеров и любителей искусства со всего мира. Хорто-Нуава — один из самых современных районов города. Здесь находятся впечатляющие небоскребы, такие как башня Уникредит и комплекс Боско-Вертикали, где на фасадах зданий растут настоящие деревья. Также порт Нова символизирует новый инновационный Милан, устремленный в будущее. И, конечно, не забудем про квартал моды. Это Кварди Ла Теро, Делла Мода. И здесь расположены бутики самых престижных брендов мира, о которых я говорила ранее. Версачи, Прадо и также Армани. И прогулка по этим улицам — это настоящая перерия для любителей моды. Также касательно цен в Милане. В Милане уровень жизни достаточно высок, и это отражается на стоимости жиля, питания и других расходов. Проживание и аренды квартиры в центре Милана стоит около 1500 евро за трехкомнатную или двухкомнатную квартиру, а на окраине города — около 1800 евро. Также стоимость аренды студии в Монолокале варьируется от 800 до 1200 евро. А однокомнатной квартиры от 1200 и 1800 евро. Также питание и рестораны. Питание в Милане также может быть дорогим. Средний ежемесячный бюджет на продукты питания составляет от 200 до 300 евро. Это если питаться исключительно в супермаркеты. Также рестораны цены варьируются. Пицца может стоить не менее 8 евро, но и может доходить до 20-27, зависит от уровня ресторана. Но в целом ужин в ресторане около 15 до 30 евро на человека. Также напитки в барах и кофтуэ часто подаются закусками благодаря культуре оператива, что помогает иногда сократить расходы. Также прочие расходы — это коммунальные услуги для небольшой квартиры около 20 квадратных метров могут составлять около 100 евро в месяц. Интернет — это также может быть около 30 евро. И безлимитный интернет на мобильном телефоне — около 11 евро. Также спортивные залы стоят около 60 евро в месяц. И средняя зарплата здесь после всех налогов варьируется около 22 тысяч евро в месяц. Также для комфортной жизни, особенно если вы планируете жить в одиночку, арендоваете квартиру, желательно зарабатывать приблизительно 50 тысяч евро в год. Или пользуйтесь налоговыми льготами для новых резидентов. Милан — это достаточно дорогой город, особенно по сравнению с другими итальянскими городами. Но при этом он предлагает множество возможностей и также высокий уровень жизни. И также могу ответить от себя, что Милан был достаточно безопасным. И даже если вы гуляете ночью, то везде патригурует полиция, и вы себя чувствуете достаточно безопасно и хорошо, гуляя даже по ночным улицам. Также касательно передвижения и транспорта. Милан имеет основные четыре линии. Это М1, М2 и М3 и М5, которые покрывают основные районы города. Билет на одну поездку стоит около 2 евро. Также есть трамваи и автобусы. Сеть трамвая и автобусов хорошо также развита. И однократный билет стоит 2 евро. И он действительно 90 минут, который работает на всех видах транспорта. Также тут есть такси. Это стартовый тариф около 5 евро плюс 1,2 евро за километр. Такси удобны для передвижения по городу, но они дороже по сравнению с общественным транспортом. Также здесь достаточно часто практикуют и арендуют велосипеды и самокаты. В Милане есть система аренды велосипедов и электрический самокат. Стоимость аренды составляет примерно 1 евро за начало и 25 центов за каждую минуту использования. Также карты и проездные. Проездные билеты на день стоят около 7 евро, а на 3 дня примерно 12 евро. Но также стоит все это проверить в интернете и также может быть инфляция. И следите за ценами ее на официальных сайтах. И также архитектура Милана. Представляет собой богатую смесь различных стилей, отражающих долгую историю города. И также несколько ключевых архитектурных стилей, которые можно встретить достаточно часто в Милане. Это готическая архитектура, это Миланский собор Дуома де Милана. Это яркий пример готической архитектуры с его богатыми украшенными фасадами и множеством шпилей. Строительство собора началось в 1386 году и продолжалось на протяжении нескольких веков. Также здесь можно встретить романскую архитектуру. Это базилика Святого Амбросия. Одна из орешек в тверке Милана, построена в романском стиле. И характеризуется массивными стенами, арками и простыми формами. Также стиль Ренессанс. Это церковь Санта Мария Дели Грация. Это знаменитое место, где находится тайная вечер Леонардо Винчи. Если вы хотите, кстати, ее посетить, необходимо билеты покупать заранее. И вот я была в месяце июля, и билеты были раскуплены до месяца августа. Сейчас я поделюсь небольшими покупками и сувенирами, которые мне удалось купить там. В Италии я была в период Олимпийских игр, и также по телевизору везде трансфировались, и было достаточно много рекламы касательно Олимпийских игр во Франции. Также возвращаясь к теме архитектуры. Также здесь присутствуют стили барокко. Это палацца Марини. Пример барочной архитектуры с богатыми категоративными элементами, впечатляющими фасадами. Также здесь можно встретить стили неоклассицизм. Это театр Аля Скала. Это оперный театр, который сочетает в себе неоклассические элементы с элегантностью и простой формой. Также здесь есть модернизм и ар-де-ко. Это вилла неки Камиль-Пьо. Это вилла в стиле ар-де-ко, построена в 1930-х годах, и она демонстрирует простые линии и роскошные материалы. Также здесь можно встретить современную архитектуру. Это башни Порт-Нуава. Современные небоскробы, такие как Боск и Вертикали, которые стали символом суберной архитектуры Милана. И сочетает национный дизайн и экологические технологии. Также здесь есть фондационный Прадо. Мне, к сожалению, не удалось бы его посетить пока что. И это современный культурный центр, который представляет собой смесь старинных и современных элементов архитектуры. Также Милан является живым музеем под открытым небом, где разные эпохи и стили переплетаются, создавая уникальную архитектурную панораму. Также Милан очень интересен своими музеями. Здесь есть один из самых знаменитых музеев Леонардо да Винчи, музей науки и технологий. Это один из крупнейших музеев науки и технологий в Европе, который посвящен достижениям Леонардо да Винчи и современным научным открытиям. Также здесь есть Пинакотека Брера. Это художественная галерея, в которой предоставлена одна из самых значительных коллекций итальянского искусства, включая работы Рафаэля, Караваджо и других мастеров. Также музей XX века, музей Дель Новочента. Это музей современного искусства, в котором экспонируются работы художников XX века, включая такие имена, как Пикассо, Кандинский и Фонтан. Также музей культур Мудик. Это музей Дель Культуры. Музей, посвященный различным культурам мира с экспозициями, которые охватывают графические коллекции и современные выставки. Также фонд Прада. Это культурный центр, предлагающий разнообразные выставки современного искусства, архитектуры и также кино. Также Трианелла Милана. Это музей дизайна и архитектуры, в котором проходят современные выставки, посвященные современному искусству, дизайну и также архитектуре. Также здесь есть музей Пальшелла. Это частный музей, в котором собраны коллекции живописи, оружия, керамики и текстиля. И также замок Сфорса, который мне, к счастью, удалось посетить. Внутри замка находятся несколько музеев, и он достаточно огромный, включая музей древнего искусства и музей музыкальных инструментов. Также я забыла упомянуть о таких районах, как Изола. Изола — это трендовый район с модными кафе, ресторанами и независимыми магазинами. Также он известен своим креативным духом и уличным искусством. И район Тартоне — это креативный район, известный своими выставками дизайна и моды. И здесь проходит мероприятие «Время недели дизайна» и «Неделя моды». Также Сан-Сиро — это район, где находится знаменитый футбольный стадион Сан-Сиро, дом команд АЭС Милан и Интер Милан. И Корсо Кома — это живописный район с модными магазинами, ночными клубами и также ресторанами. Это интересное место для шоппинга и также вечерних развлечений. Эти музеи району предлагают разнообразные впечатления и культурные открытия для посетителей Милана. И также касательно местной кухни Милана. Традиционное блюдо, классическое итальянское блюдо — это ризотто а-ля миланеза. Оно приготовлено со шафраном и придающим ему характерный золотистый цвет. Также здесь популярны блюда особука — это шоноговяжья голяшка с овощами и белым вином. И часто подается с ризотто или опалентой. Панеттоне — традиционный рождественский десерт в виде сладкого кекса с суховруктами и орехами. И также пицца. Хотя Милан не так известен своей пиццей, здесь можно найти отличные заведения с разнообразными видами пиццы. Также пиццерии, созданные мишленовскими шеф-поварами. Также меланзаны а-ля пармиджана — это тушеный баклажан со соусом из помидоров и сыра пармезан, часто запеченные в духовке. И также здесь достаточно популярна культура кофе и мороженого. Также интересные места для бюджетного посещения Милана — это бесплатные музеи и галереи. Они здесь существуют. И также в первое воскресенье месяца здесь входят во многие публичные музеи бесплатные. И также существуют галереи, которые открыты для всех. Это также может входить пинокотека Амбро Диана. Она открыта для бесплатного посещения в первое воскресенье места. Также музей археологии. Он часто имеет дни бесплатного входа. Также нужно уточнить актуальные даты на официальном сайте. И музей современного искусства. Он также открыт бесплатно в первое воскресенье месяца. И галерея Виктория Мануэля II. Хотя это не музей, а торговый центр, его посещение бесплатно и можно насладиться архитектурой и атмосферой. Эта галерея была построена между 1865 и 1880 годами. И она представляет собой крытую улицу с купольной крышей, стекла и железо с проективным архитектором Джузеппе Мингони. Интерьеры украшены мозаиками, фресками и также стадами. Она соединяет площадь Дуома с площадью Лескала. И здесь расположены роскошные магазины, рестораны и кафе, такие знаменитые савини. И также гости могут насладиться шопингом в бутиках, известных брендов и почувствовать атмосферу элегантности и также истории. Также здесь есть галерея Пасарелла и галерея Корсо и также галерея Кристофор Коломбо, также галерея Санна Бабило. И Миланский пассаж является важной частью культурного и коммерческого наследия города, предлагая уникальное сочетание истории, архитектуры и современного шопинга. Прогуливаясь по этим элегантным галереям, можно насладиться атмосферой роскоши, изысканности и также открыть для себя множество интересных магазинов и ресторанов. И также Милан является родиной многих выдающихся личностей, которые внесли значительный вклад в различные сферы жизни. И первый из них это Леонардо Винчи, хотя он родился в Винчи Тоскана в 1452 году, но он провел свою значительную часть своей жизни и работал в Милане, где создал множество своих знаменитых произведений. Также Александра Манзони, известный итальянский писатель и поэт, автор романа «Обреченные», одного из важнейших произведений итальянской литературы. Также Джузеппе Верзи, великий композитор, известный своими операми, такими как Регулетта, Травиата и Аида. Также Джорджи Армани, знаменитый итальянский моделер и предприниматель. Сильвия Берлус-Кони, итальянский медиа-магнат и политик, бывший премьер-министр Италии. Франческо Лоджеррио, известный итальянский храмист и дизайнер. Роберто Болье, известный итальянский танцор балета. Также итальянский теннисист Марио Анчитти, Альдо Роси, известный итальянский архитектор и также дизайнер. И Чезария Павеса, итальянский писатель и поэт. Также Тициано Ферро, итальянский певец и автор песен. Эти личности внесли значительный вклад в различные области, такие как искусство, музыка, литература, спорт и также мода. Их достижения оставили значительный след в мировой скульптуре. Также помимо центра Милана, пригороды Милана разнообразны и предлагают также множество интересных мест, культурных достопримечательностей и возможностей для отдыха. Пригород Монса, он расположен к северо-востоку Милана. И он известен своим королевским парком Монса, один из самых крупнейших дорожных парков в Европе. Монса также знаменит автодромом, где ежегодно проводится Гран-при Италии и Формула-1. Также Сеста Саун Джованни, он расположен к северу от Милана. Один из крупнейших промышленных пригородов с богатой историей рабочей культуры. В последние годы активно развивается и модернизируется. Пригород Тро, это западный пригород Милана. Он известен своим выставочным центром Фьерра Милана, одним из крупнейших в Европе. Здесь проводятся многочисленные международные выставки и ярмарки, включая знаменитую выставку мебели Салон Дель Мобиль. Санта Ната Миланеза, это южный пригород, где расположены штаб-квартиры многих крупных компаний, включая Эйни, и отличается хорошей транспортной доступностью и развитой инфраструктурой. Также пригород Арезе, это северно-западный пригород, известный автомобильным музеем Альфа-Ромео, который представляет собой историю и развитие знаменитого оленского автопроизводителя. И в последнее время здесь также открылся один из крупнейших торговых центров в Европе, или центром, Чентро, и Ченезелла Бальсаму. Это северный пригород, активно развивающийся в последние годы, и он известен своим жилыми районами и зелеными зонами. Также Корсик, это западный пригород Милана, он расположен вдоль канала Новильо Гранде, и приятное место для прогулок и отдыха, с множеством кафе и также ресторанов. Сан Джулиана Миланезе, это южный пригород, известный своими зелеными зонами и парками, и отличное место для жизни в пригороде с хорошей транспортной доступностью до центра Милана. И эти пригороды предлагают также много возможностей для жизни, работы и отдыха, и создают гармоничное дополнение к динамичному центру Милана. И каждый из них имеет свои уникальные особенности и атмосферу, что делает их привлекательными для жителей и также для туристов. И спасибо, что присоединились к этому путешествию по Милану, и я надеюсь, что вы вдохновились этим удивительным городом, его культурой и также атмосферой. И если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал, чтобы не пропустить новые захватывающие путешествия и интересные видео. И также не упустите шанс посмотреть другие видео, и оставайтесь здесь и привести много новых приключений. До встречи в следующих выпусках, и приятного просмотра! Субтитры сделал DimaTorzok